Теннисный центр будет иметь площадь 14,5 тысяч квадратных метров. Кроме 10 теннисных кортов, тут будут оборудованы и 10 площадок для игры в более демократичный и доступный бомбинтон. Строительство будет завершено уже к декабрю этого года, что кажется просто фантастически сжатыми сроками. Но такова современная реальность. Технологии позволяют строить действительно быстро, что, конечно, выгодно с экономической точки зрения, так как инвестиции раньше начинают приносить прибыль, и объекты быстрее окупаются. По мнению президента Эстонского теннисного союза, строительство комплекса позволит сделать большой теннис значительно доступнее. Очень нужны, потому что специально в Таллине очень мало кортов, и очень много и людей, и молодых людей, и детей, которые просто не могут сходить играть в теннис или бомбинтон, потому что цены слишком большие. Так что мы надеемся, что властными здесь люди будут ходить сюда, и цены будут такие, что никто из этих цен не повернет со сверой. Действительно, такое число кортов, даже исходя из чисто экономических понятий спроса и предложения, должно хоть немного, но снизить цену на занятия большим теннисом, который десятилетиями считается развлечением для более обеспеченных слоев населения. Возможно, будут найдены и иные способы сделать этот спорт более доступным для молодежи. С появлением такой площадки можно продумывать разные варианты для обучения этому виду спорта. Но строительством только этого объекта развитие Лас-Намя не ограничивается. Кроме того, также обновляется спортивная площадка Лас-Намяйского спортивного комплекса. Там будет новая трава, и стадион футбольный будет соответствовать всем необходимым европейским нормам. Кроме того, если говорить о крупных инфраструктурных объектах, в августе будет завершен второй этап реконструкции парка Кивила или парка Тондело. И там появятся спортивные площадки, детские площадки, будут высажены деревья, кусты. Но, как говорится, и это еще не все. Теннисный комплекс является лишь только первым этапом гораздо более масштабного проекта. Строительство огромного в 70 тысяч квадратных метров торгово-развлекательного центра. Вадим Малышкин, Алексей Иванов, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.